Более 270 тысяч гривен в помощь раненым собрал благотворительный фонд «Харьков с тобой» в рамках новой программы «До поможем раненым». Волонтеры расскажут, как будут распределяться собранные деньги, также расскажут про новые карточки для раненых и судьбах отдельных бойцов. Сегодня у нас спикер Андрей Шинин, директор благотворительного фонда «Харьков с тобой», Дмитрий Медведь, капитан РСУ, десантник, 79-я бригада, а также музыкант Александр Варк. Тогда, наверное, слово Андрею первое. Спасибо, друзья, что вы собрались по этому поводу. Я должен заявить официально, на сегодняшний день мы собрали 275 тысяч 885 гривен. Это деньги, которые поступили к нам на расчетный счет, плюс за продажу билетов на благотворительный концерт, который назывался «До поможем аппарат». Мы хотим сегодня поговорить о том, куда эти деньги пойдут, как мы будем их разделять, как мы будем их тратить. Ну и поблагодарить всех, кто нам помог в этом благородном деле. Хочу сказать, что в эту сумму не входят те деньги, которые собрал Инжек. Это более 36 тысяч. Екатерина у нас здесь есть и проректор, который тоже нам может потом дать отдельное интервью, прокомментировать, что и как. Большое спасибо всем институтам, которые помогли нам, которые пришли на концерт, которые из области не смогли прийти на концерт, но собрали деньги и перечислили к нам на фонд. В том числе сейчас до сих пор тут пожертвования. Вчера мы получили 5 тысяч гривен от одной фирмы Харьковской. И небольшие суммы идут из областных колледжей, техникумов, которые не смогли у нас побывать. Спасибо вам большое. Теперь поближе к теме. На сегодняшний день снова же мы уже из этой суммы потратили 14 тысяч 740 гривен. Эти деньги пошли на покупку лекарств и на покупку импланта нашему бойцу, которому сейчас, уже вчера произведена операция, и ему ремонтировали ключицы. Этот человек пострадал во время нападения на группу, известную по борьбе с контрабандой в районе счастья. Когда они выехали им на помощь, они тоже попали под огонь. Вопрос у нас стоит очень жесткий на повестке дня. Мы хотим, чтобы все деньги, все траты были как можно опубличные, для того, чтобы все знали, что куда идет. И чтобы не было никаких вопросов потом ни к бойцам, которые пострадали, ни к нам. Ну и чтобы вся общественная знала, что мы делаем. Мы приняли решение, что мы не будем давать наличные деньги. Все деньги сейчас внесены на счет благотворительного фонда. Они все в безналичной форме. И когда мы говорим о том, что мы будем помогать бойцу, мы можем сделать несколько шагов. Вариант номер один. Мы оплачиваем лечение. То есть мы перечисляем деньги на больницу. Вариант два. Мы покупаем лекарства, покупаем какие-то импланты. Тоже по безналичному расчету. В случае, когда бойцу нужна помощь материальная именно для трат личных, мы договорились о том, что мы не будем давать ему наличные в руки. Мы выпускаем специальную карту, которая будет иметь дизайн. Сейчас я вам покажу. И на эту карту будет идти уже перечисление всех средств. Соответственно, этой картой человек может пользоваться как угодно. Сейчас, к сожалению, я не могу дать карту в живьем. Банк еще не выпустил их. То есть первой партией мы заказываем 20 карт. И, в принципе, эти карты будут готовы у нас для работы. Снова же, у нас ближайшие траты, которые мы наметили. У нас есть Дмитрий, который, к сожалению, после перенесенного ранения не может передвигаться пока что ногами. Пока что. Пока что. Поэтому подчеркиваем. Он сейчас пользуется чужой коляской, которая не совсем ему удобна. Для того, чтобы он смог заставить свой организм подчиняться и ходить, ему нужна специальная коляска. А стоимость этой коляски оценивается, ну, она делается индивидуально, под заказ. От 30 до 40 тысяч гривен. И Инжеп, наверное, в этом поможет. То есть их деньги будут идти непосредственно на эту коляску, если не хватит. Соответственно, с нашего фонда будет идти доплата. То есть здесь таких проблем нет. Ну что, я думаю, давайте... Да, конечно. Ну, в этом случае можно просто делать, допустим, трехсторонний договор, и это все будет прозоро. Нет, все, да, все по-любому будет прозрачно. Я хочу сказать отдельное спасибо нашим артистам, которые приехали к нам на концерт, которые свой гонорар поставили нам на нашу благотворительную акцию. У нас есть представитель Александр, который был одним из придумщиков этого концерта и непосредственным участником. Я думаю, что он сейчас расскажет, как это все было. Ну, все-таки главным придумщиком это больше является Анжела Денисенко, чем мы больше как исполнительное звено. Очень приятно то, что все ребята с многих далеких наших уголков Украины просто кинулись в бой, так сказать, в поддержку этого концерта, этой акции. И с честью и достоинством на сцене показывали этот патриотизм и ответственность перед всем серьезным делом этим. Да, и все было от души. Я имею в виду и триоду, и батальон, когда абсолютно человеческими, сердечными словами, вот, они говорили всю правду. И этот зал воспринимал очень сильно, ну, по-человечески, да. Спасибо всем, кто был в зале, люди, которые отозвались и пришли. Много было таких, которые просто перечислили деньги и даже не пришли на концерт. Но тем, кто пришел, они поучаствовали и духовно, так сказать, в поддержке наших ребят раненых и материально. Спасибо. Ну, а мы делали свое собственное дело, то, что мы могли делать. Дмитрий Руслан, возможно, есть что-то добавить, что-то хотите сказать? Огромное спасибо хочется выразить от всех ребят, которые находятся на передовой. Все знают, что сейчас затишье, но затишье – это такое. Огромное спасибо всем волонтерам, всем людям, которые помогали, я скажу, вот, провоевал. Если бы не волонтеры, это касается и формы, и банально питьевой воды, и обеспечения. Огромное вам всем спасибо, потому что у нас, ну, государство, так сказать, не было готово, наверное, к таким событиям, которые сейчас произошли у нас. Огромное вам человеческое спасибо. Ну, и вообще спасибо всем людям, которые, которым не безразлично эта ситуация, которая сейчас происходит, и помогают ребятам раненым, создают условия для того, чтобы, вот, ну, надимый коляску, коляску было, потому что государство, в принципе, нечет. Как печаль. Да, я должен сказать, сейчас мы немножко перерабатываем наш сайт «Харьков с тобой». Мы выделяем отдельный большой раздел под акцию «Допоможем по раненому». Акция не заканчивается на концерте, акция не заканчивается на том, что мы потратим наши деньги, которые мы собрали. Мы продолжаем собирать деньги, мы продолжаем помогать и средств фонда, и средства наших заоцарителей. На сайте мы будем выкладывать карточки наших ребят, которые мы будем выдавать. Мы будем призывать, рассказывать там историю этих ребят, историю их жизни, их ранения, их жизни после ранения. И мы призываем всех помогать им, именно на эти карточки, которые не привяжены к нашему фонду. Это деньги идут сразу к бойцу. Пожалуйста, делайте так. Прежде чем перейти к вопросам журналистов, я хочу сказать, что у нас в зале еще находятся воденный медик Михаил Курц и волонтер Виктория Милютина. Возможно, у вас что-то еще есть, что вы хотите добавить? Или на вопросы журналистов должны быть? Ну, если у журналистов есть к нам вопросы, мы просто здесь сбоку сидим, за столом не померите их, поэтому вот. И я хотела бы, Линия, Саш, сидите, хотела бы, чтобы пару слов вот Эджику дали за такую прекрасную, если можно, за такую прекрасную инициативу. Спасибо за предоставленную возможность выступления. Я хочу сказать, что коллектив экономического университета имени Семена Кузнеца воспринял просьбу фонда, как, скажем так, просьбу, связанную с сердечностью и благотворительностью. Мы хотим, чтобы, есть пословица, легко любить все человечество, тяжело иногда помочь конкретному человеку. Мы приняли решение коллективом нашим, и Андрей его поддержал, иметь тесную связь с Дмитрием, с капитаном вооруженных сил. И я абсолютно искренне хочу, чтобы это была не акция одноразовая и одномесячная. Мы хотим с Дмитрием дальнейшую связь продолжать, увидеть, как он станет с нашей, условно, коляски. И дальше мы будем отчитываться, как это принято фондом, на дальнейшую многомесячную связь. Кроме этого, мы без всякого пиара помогали воинам 92-й механизмирады Чугуевской бригады. Знаем от командира до капитана почти всех офицеров. Это была такая ежедневная, не большая, но конкретная помощь, как сказал товарищ капитан, водой, перевязочным материалом. Я благодарен Андрею и его фонду, что они дошли до конкретно каждого человека, нуждающегося. Студенчество, коллектив преподавателей любого вуза, поверьте, это патриоты Украины. 13-го будет акция всех вузов Харькова, это Украина, студенчество, это мое бытие Украины. Я думаю, это все, звенья 23. Слава Украине! Добрый день! Добрый день! Уважаемые коллеги, в вопросах, пожалуйста. Держать. Продолжение волонтерской группы «Хелл Пармин». Представьтесь, представьтесь. Как вы находите, как они к вам обращаются, а вы их находите, чтобы получить помощь именно от вашего фонда? Спасибо за вопрос. Смотрите, наш фонд возник из ниоткуда. Не из ниоткуда. Наш фонд – это продолжение волонтерской группы «Хелл Пармин». «Хелл Пармин» начал работу с марта прошлого года и помогает бойцам по всей линии фронта и в ТО. После демобилизации и после ранений. Поэтому у нас очень большие связи с подразделениями. Мы знаем очень многих солдат, мы знаем очень многих раненых. Мы знакомы со всеми больницами, районами в зоне действия ТО. Мы благодаря Виктории Милюкиной знаем практически всех бойцов, которые прошли через Харьковский военный госпиталь. Вот благодаря этому мы знаем, кому помогать, как и где. То есть мы в принципе дополнительно, мы понимаем, что мы не всех знаем, не о всех мы слышали. Мы готовы принимать предложения и просьбы о помощи всех бойцов, которые пострадали. От организации ветеранов, от всех-всех-всех, пожалуйста, на открытых диалогу и к общению. Сколько бойцов, возможно, нуждается помощь? У нас есть какой-то расчет? Возможно, пожалуйста, Михаил. Да, это не правда, естественно, все могут обращаться. Есть какие-то подшифные, да? Нет, подшифных нет, только у бойцов будут и Михаил. Мы же не подойти, чтобы камера не бросали, чтобы камера не бросали. Простите, если я не могу. Выданность начальника медицинской службы 92-й бригады. А, вы начальника медицинской службы? Да, через меня проходили раненые, пострадавшие, больные. То есть я их всех, в общем, знаю в лица. И сейчас наша задача восстановить пойменно всех людей, которые обращались за 12 месяцев. Но это касаемо, конечно, 92-й бригады. Дальше будет механизм, который... Мы разработаем механизм, я планирую в следующей пресс-конференции, которая будет касаться всех раненых, военнослужащих, которые могут к нам обращаться. Я видел бы это как вообще первичную консультацию, когда будут какие-то выписки, которые у них уже есть, медицинские документы, на основании которых мы поставим первичный диагноз. Приходили бы в фонд, к нам, и мы смогли бы на основании их делать, производить первичную медицинскую консультацию и в дальнейшем предлагать свое независимое лечение, свою помощь конструктивную и так далее. Я думаю, что наша задача к следующей пресс-конференции разработать презентацию, показать вам, как мы это будем делать и как мы это ведем. Спасибо. Еще очень важный критерий. Помощь, ну, важный критерий, срочная и важная помощь. Потому что, скажем, коляска Диме, это срочная и важная, потому что неподходящие коляски деформируются, ну, суставы, мышцы, неправильное положение и так далее. Или, скажем, у нас там есть подшестный раненый, один из первых, который поступил 2 мая прошлого года с тяжелейшим ранением. У него сейчас, ну, тоже очень важный этап реабилитации и нужны средства на реабилитацию. И если вот сейчас эти средства будут, он будет ходить. Понимаете? Поэтому вот такой еще важный критерий. Или вот был то, что Адри говорил, пластину, мы купили плант. Там очень сложный перелом ключицы, если там специфический крайний плант, если какой-то другой неподходящий поставить, у него не будет плечо двигаться в перспективе. Вот такие еще важные моменты. Или вот мальчик у нас совершенно чудесное произошло событие. Он сейчас в Киеве, но он вышел из комы. Через больше месяца он находился в коме. И сейчас для того, чтобы восстановить, чтобы он вернулся к нормальной жизни, ну, тоже там большие затраты, с которыми госпиталь не справится. Потому что, ну, очень сложное выведение. И вообще это уникальный случай. Поэтому это тоже относится к срочной важной ситуации. И, конечно же, Андрей Яковлевич сказал, что все будет открыто со всеми документациями, со всеми историями у нас на сайте. И плюс мы, конечно же, спрашиваем ребят разрешения. И вот встречаем с их стороной поддержку и открытость. Спасибо большое, что вы смогли приехать на пресс-конференцию. Спасибо большое. Спасибо вам. А еще вопросы? Какие вопросы есть? Могу ли я задать вопрос? Да, конечно. Как долго вы готовили концерт? Концерт у нас получился, мягко говоря, экспромтом. Шром? Мы проговорили первый раз о нем. Мы проговорили в начале августа. А в начале сентября мы уже начали работу. То есть фактически за один месяц мы все сделаем. Скажите, кто вас поддержал в подготовке? Спасибо сказать. Я должен, конечно, сказать огромное спасибо. Ну, во-первых, с волонтерской группой «Фронт в армии» и членам нашего благотворительного фонда. Нашим артистам, дорогим, я уже сказал. Еще раз повторю. Саша, спасибо тебе большое. В твоем лице я говорю всем нашим ребятам. Скажи, что это все, кто был на концерте, это те ребята, которые давным-давно готовили концерт просто поездками в зону АТО. Практически все наши артисты, они постоянно ездят с нами в АТО. И мы давали концерты практически раз в неделю по всей линии фронта. Но об этом подробно сейчас скажет Анжела Дмисенко. Я пока сейчас продолжу благодарности. Мы благодарим «Мафию», сеть ресторанов, за то, что они покормили наших артистов. И в день концерта и на следующее утро завтраком мы сэкономили очень большие деньги. Спасибо большое. Мы благодарим Харьковскую областную администрацию за помощь в информационной поддержке. Мы благодарим Харьковский городской совет за помощь с залом ККЗ «Украина», который был предоставлен нам абсолютно бесплатно. Большое спасибо. Ну и всем телеканалам, всем радиостанциям, которые нас поддержали и дали бесплатное эфирное время для рекламы концерта, для приглашения друзей на наш концерт. Спасибо большое. В ближайшем будущем подобные массовые мероприятия планируются? В ближайшем будущем это большой вопрос к Анжеле Дмисенко и Александру Кончарову, которые у нас этим занимаются направлением. Мы планировали большой концерт еще, но пока под вопросом, к Нью-Святому Николаю, для того, чтобы помочь детям погибших и раненых бойцов. То есть у нас есть еще задача такая, мы хотим под Новый год сделать подарки детям, соответственно, собрать для этого денег не нужно. Анжела, пожалуйста. Спасибо большое. И вы знаете, наверное, свои впечатления о том, что состоялась эта акция и эта теплая встреча в кино-концертном зале Украины. Я, наверное, хочу начать с того, что поблагодарить Руслану и Диму. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы у нас есть, за то, что вы у нас именно такие, за то, что вы всем нам показали, как можно безмерно любить свою землю, свою страну. Спасибо вам огромное. И вообще низкий вам поклон от всей Украины, от всех мам, от всех жен, от всех детей, за то, что у нас есть вера в нашу страну. Благодаря вам. Спасибо большое. Спасибо большое. И, вы знаете, я хочу сказать о том, что я тоже благодарна СУПЕ, что как-то так насоединилась командой, дружной, сплоченной командой молодежской группы «Хелп Арми». Моя судьба с августа месяца с вами, Андрей, и спасибо вам большое, что... С августа прошлого года. С 2014 года, да. И за этот год нашим маленьким музыкальным батальончиком, в который входят артисты и Александр Кварт, и Нелия Кабулочка, и Фарис Севастьянов, и Шехарькорчанин. И к нашему музыкальному батальончику подключились ребята из разных городов. Это и Ванечка Гонзера, это и Дмитрий Бабак, и на концерте наш лесопедный батальон. Много наших артистов, не только харьковчан, которые состоят в составе музыкального батальончика волонтерской группы «Хелп Арми». В течение, ну, за этот год было проведено нами больше ста концертов. Сколько? Больше ста концертов. Уже в 20-х числах октября мы уже планируем Уэст. Мы не выезжали в сентябре только потому, что каждый из нас, конечно же, имеет основное место работы. Но сердце у вас рвется к ребятам. И месяц мы отсутствовали там, на фронте, только потому, что мы участвовали в вашей, ну, гениальной идее, благотворительном концерте «До поможи по раду». Я хочу сказать, что генератор идеи и инициатор идеи – это действительно благотворительная организация, благотворительный фонд «Харьков с тобой». Мы точно знали, что это не последняя идея, инициатива, у вас много и спасибо. А то, что мы собрали удивительно полный зал, вот еще раз повторяю, что наш «Харьков», действительно «Харьков», как мы кажем, не байдужих людей, было очень тепло. И очень хочется сказать о том, что, наверное, хотелось бы, знаете, душой и сердцем расширить этот концерт, ну, как минимум до утра, для того, чтобы рассказать, что, какое тепло и любовь и заботу наши ребята с фронта передают сюда, к нам, ну, скажем так, не только харьковчанам, безусловно. Что они действительно верят в будущее нашей страны, о том, что они благодарят всем, не только харьковчанам, а всей Украине за помощь там, именно передовой. Ну, а мы, ну, мы на концерте говорили, что вся страна – это волонтеры, маленькие и взрослые, малыши, которые рисуют рисунки, пишут письма и передают свою любовь и заботу нашим ребятам. И мы, которые пытаемся вязать, печь, вышивать, все для того, чтобы поддержать наших ребят. Спасибо большое за то, что мы были такой единой командой. Ребята на сцене и весь зал. И, конечно же, наши защитники, которые присутствовали в этом зале. Было очень тепло. И мы точно, точно хотим сказать, что мы с вами, знаете, как вот, мы даже нашим музыкальным батальончиком придумали такую фразу. Ни в коем случае мы не будем говорить «мы с вами до конца». Мы с вами до нашей победы. Спасибо большое всем, всем, всем. Могу я задать еще один вопрос. Вот, как одна из ваших инициатив, можете рассказать, как вы помогаете бойцам получать статус боевых воевых? Есть ли, потому что часто сталкиваются с проблемами, что сложно получить? Да, дело в том, что… Такая юридическая поддержка. Юридическая поддержка действительно производится. Это не наши штатные юристы, это наши друзья с 2 или 11. У нас есть Елена Шержакова, активист и волонтер группы «Хелл-парми», которая начала первой этим заниматься. То есть она была волонтером 92-й бригады 22-го территориального батальона. И 22-й бригады первый вышел на демобилизацию, и у него возникли вопрос у ребят, что делать. Их не признавали участками боевых действий и все остальное. Тогда наша Елена подключила все возможные рычаги, начала дергать всех-всех-всех в углу администрации, доходя до Министерства обороны. И сейчас, слава богу, этот процесс пошел очень легко, ну не очень легко, но уже встал на прочные рельсы и идет, как и это положено. То есть уже, я так понимаю, нет алгимеда, что это в бригаде, да? То есть там небольшие вопросы есть, да. У нас вот Дима, например, еще не являюсь участником на данный момент, пока. Вроде как вопрос решается, не знаю. Должна была состояться комиссия на этой неделе, должна была быть в Киеве. Ну еще пока ответы не пришли. Вы нам сообщите, как только. Обязательно, обязательно. После такого успешного сотрудничества с ФНЕО, какие-то другие вузы планируете подключать к сбору денег? Вы понимаете, подключилось очень много вузов. То есть где-то, я не могу сейчас точно сказать, около половины билетов выкупили вузы. То есть студенты, преподаватели, в большей части пришли преподаватели. То есть мы очень были рады этому, что вузы откликнулись на наше письмо и пошли помогать людям. Перед этим было такое, знаете, как серое болото, и мы не могли понять, на какой стороне наш преподаватель, наши студенты. Но слава Богу, все у нас хорошо. Это очень радует. У нас есть будущее. Вы знаете, дело в том, что так получилось, что в нашем концерте действительно участвовали все вузы. Вот я преподаватель в Харьковском национально-педагогическом университете имени Григория Сковороды. Тоже так же за счет билетов мы 22 тысячи внесли помощь нашему району. Но у нас отозвались наши студенты-преподаватели в помощь нашего концерта. И участвовали там в акции, где можно было приобрести какой-то атрибут символичный, браслетик, для того, чтобы люди помогали распространять. Мы писали концерты, участвовали преподаватели, ведущие на концерте, были проценты нашего университета. И вы знаете, после этого, пока единичного концерта, сразу возникло желание, а давайте больше. А спасибо за идею. Я думаю, что абсолютно каждый университет и все студенты, это вот сразу было видно, что будущее классное в Григории Харькове, и все украинцы. Поэтому подхватывает и молодежь. С учетом того, что наш концерт вел профессор. Спасибо.